Добрый день, дорогие друзья! Вот такие у нас красивые женщины в России. Вот с такими добрыми, открытыми, светлыми лицами. Такая женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, и пирогов напечёт, и детей приласкает, и соседям пирогов отнесёт, и доброму человеку улыбкой озарит день. А есть и вот такие у нас. Кто это у нас? Ну, кто ж её не знает, это Люля. Первая плакальщица и поберуха России. Даже в розыске Ютьюба можно написать просто «Поберуха», и вы выйдете на неё, и найдёте все ролики, которые касаются Оли-поберухи. Оля живёт в Тамбовщине. Она вообще-то фермерша, как она себя позиционирует. Но, тем не менее, регулярно выходит на просторы Ютьюба, чтобы попрошайничать. Иногда попрошайничает в команде со своими детьми, со своими сожителями. Иногда просто одна, вот так, садится к экрану, и где-то в течение часа начинает рассказывать свою трудную жизнь, какое у неё было тяжёлое детство, как она училась, что у неё не складывалось, и как в 15 лет она вышла замуж, и что потом из этого получилось. Потом, как вышла второй раз замуж, ну и, конечно, она обозначает, что каждый раз её мужья были козлами. Сама она говорит, и она была козлиха. Не знаю, почему она так называет себя, почему она вызывает такой негатив на себя и рассказывает такие вещи. Но, тем не менее, вот она такая, молодая козочка на просторах интернета. Сидит постоянно срочные новости, постоянно на стриме, и постоянно у неё какие-то суммы. Вначале суммы были скромные люди, говорят, ну а потом она вошла во вкус, и вот с такими наивными глазами садилась на стрим, и объясняла это как, что это её работа. Ютуб – это работа, а без Ютуба она не прокормит своих детей. Так что, пожалуйста, хотите, не хотите, но донатьте. И люди вначале, в общем-то, донатили, потому что хозяйство было у неё развивающееся, начинало всё с нуля. Купили коров они с мужем, со вторым, по-моему, да, со вторым. И потом потихонечку строили хозяйственные постройки и так далее. Ну а потом аппетиты у Лёли пошли, стали расти. И на что же она стала собирать? На машину. Машину купили, причём не дешёвую, а дорогущую. Кредит она якобы взяла, показывала какие-то там квитанции людям. И пятое, десятое. Люди поверили, собирали ей на машину, собрали. Потом каждый раз нужно было собирать на ремонты на машину. Что-то там она ломалась, вроде как новая машина, и стала она вдруг ломаться. Но люди подобрать от душёвно опять-таки собирали. Потом появились запросы на кухню. Кухня – это, конечно, была отдельная песня, отдельная история. Лебединая песня. 750 тысяч рублей. Тут люди стали возмущаться. Даже бабушки, подписчицы, бабушки, которые регулярно ей давали денежку, даже вот на эту кухню говорили, «Ну что ж, справишь кухню, будешь развивать хозяйство, будешь варить творог, будешь поставлять людям. Давайте на кухню сбросимся. Чего уж там, последний раз, давайте поднатужимся». Ну а пошло потом увидели, что вроде как мужичок ведь появился, Саша. И потом стали уже её критиковать. Вот посмотрите комментарии, где люди начинают её критиковать. Что у всех трудностей, все живут, у многих трое, четверо, пятеро детей. Но на стримах не сидят и не просят милостыню. Это, конечно, Лёля стала озадачивать, стала её раздражать. Один раз она надела корону на стриме, потом поняла, что людям это не нравится. Стали её называть королевишной, салтычихой, и всякие пошли эпитеты нехорошие. Потом она стала надевать платочки. Вот голубенький платочек у неё был такой интересный. Потом покажем мы тут фотографию. И она стала потихонечку так это разруливать, эту тему, что, понимаете, вы меня приучили. Это ваша вина. Вы меня заставили донатить. Я этого не хотела делать. Вы сами мне сказали. Сами сказали, собираем на машину, собираем на работников, собираем на зарплаты. Вы меня приучили. А теперь будьте добры, каждый месяц хотя бы по рублю каждый, и у меня будет миллион. Ну, конечно, каждый подписчик по рублю не давал. И вообще, люди приходили просто посмеяться иногда, посмотреть новости, просто увидеть, как развивается обстановка. И, конечно, даже рубля ей не отчисляли. И пошло-поехало. И вот последний раз, когда я открываю YouTube и смотрю, кто эта рыдающая женщина. Почему она кричит? Почему она плачет? Едет в машине и плачет, рыдает. Вот в таком виде. Люди уже ей говорят, остановись, отдышись, ты же в машине, ты же мать десятерых детей. Да что? И она кричала, обзывала подписчиков, кричала, что она уже не может. Все, она уходит с YouTube и не может. Но в то же время и уйти-то не может. Потому что ее это заработок. И кричала на хейтеров. И говорила, что вот, есть такие уже люди, которые просят с подписчиков определенную плату за видево. Вот именно за видево. Я не прошу. Так давайте донатьте. Просто-просто шок. То есть уже человек просто обнаглел. Уже не знает, как остановиться. Сколько раз она кричала, что уйду, уйду с YouTube. Все, надоело мне, не могу больше. А потом подсаживала и снимала Вероничку, маленьких деток, Матрёну, как по-моему, да, Матрёна. И начинала снова донатить. И ваша помощь мне нужна. И вы, мои милые, дорогие, хотя иногда говорила, ведроголовые, обижала своих подписчиков, как только не обзывала их, потом снова-снова садилась и снова меняла свой тон. Вот посмотрите, какие наглые глаза были еще 20 часов назад. Это до того, как она плакала и рыдала в машине. Что у нее произошло, непонятно. Люди уже спрашивают, что у тебя там. Бросил кто? Кто тебя? Шура бросил? Саня бросил? Сашок где? Может быть, она с ним поссорилась. Может быть, она его спрятала. Для того, чтобы поднять уровень донатов, чтобы люди ее жалели. Я думаю, что у нее хоть конем такой. Она на время опять отослала куда-то Сашу или просто не будет его снимать в роликах. В то же время была она на ферме. Вот как руководитель говорит, что за работниками нужен глаз да глаз, она им, оказывается, не доверяет. Но зачем тогда вообще работники, если, как она говорит, нужно за ними ходить как хвостик. И уже работники не хотят у нее, видимо, работать в такой атмосфере. Говорят, что уже скоро уедут, все бросят. И она к этому готовится морально. И, конечно, уже найти новых работников в такой атмосфере будет сложно. К тому же донатов будет меньше. Придется платить ей самую зарплату своим работникам. Петрович вроде как собирается уже ноги делать. Об этом она открыто сказала. Но Петрович пока остается. Вот единственный верный такой. Насчет помощниц, вроде как уборщиц, нянек у нее нет. Бабуля как уехала, так все с концами. Открыла новый канал и стала блогером. А вот теперь у нее вроде как помощниц нет. И поэтому она настолько устала делать завтраки детям, обеды, стирать, готовить. Все на это на нее свалилось. Ну, а раньше что было? Вы же помните? Это было что? Это было валяние на диване с Саньком. И даже стакан воды ей Санек приносил или дети. И она ела просто перед экраном. Но в последний раз чудо. Вы знаете, не было никакого ни еды, ни стаканов с соком, ничего. Она выдержала все время стрима без еды. И я видела, что цифра вот видите, на расширение хозяйства на поросят. Вот эта сумма не менялась. Спросила она 35 тысяч и до самого конца сумма не менялась. Видимо, цифру 5000 она выставила сама. Ее Сэл выставил или кто-то из ее помощницы выставили. И потом она набрала, я думаю, только 307 рублей. И то мы не видели никакого движения. У нее глаза были в одну точку. Потому что обычно, как она раньше видела, что какая-то сумма приходила, у нее просто менялись глаза. Тут я ничего не заметила. Вероятно, что донатов вообще не было. И поэтому у Лели был вот такой кризис, была такая истерика в машине потом. Вначале она, видите, как держалась, держалась. Потом по своей дурости сказала страшные вещи. А она прочитала какой-то комментарий, как она сказала хейтера. Естественно, там были какие-то неприятные вещи. И она выдала перл. Она сказала так. Я бы вы ведроголовая, я бы вам туда еще какашек положила и надела вам на голову. Что-то типа этого. То есть она снова по своей наглости, дурости оскорбила своих подписчиков. Но, естественно, после такого донатить никто не захотел. Ну, а в комментариях понеслось, что она из Алтычиха и за детьми не следит и что она хочет. И вообще все так живут и вообще война и вообще люди живут трудно. И поэтому надо бы ей заняться своими детьми, заняться своим хозяйством. На что она ответила. Ну, а что я сяду и буду детям книжку читать? И что они будут у меня голодать? То есть получается, несмотря на то, что она объявляла и выставляла себя фермершей, на самом деле все не так было гладко. То есть это хозяйство было для отвода глаз. Как она сама сказала, она жила на деньги Ютьюба. Ну, я не люблю считать чужие деньги. Были люди, которые посмотрели и которые сказали, что действительно правда. У Лёли были хорошие доходы с Ютьюба где-то до 3 миллионов в месяц. Миллионов рублей, не долларов. Но в рублях это очень хорошая сумма. Сами подумайте, 3 миллиона в месяц где-то. Плюс людей донатили на зарплаты работников, на зарплату бабушки, няни, уборщиц и так далее. И также на покупку кормов скоту, на всякие ремонты и так далее, и так далее. Так что сами понимаете, с того момента, когда Ютьюб остановил монетизацию для русских блогеров, с этого момента пошли истерики. Лёля к этому была не готова. Я лично ей поначалу я была не хейтером, я была не подписчиком, но была доброжелателем у этой женщины на канале. Я ей писала, Лёля, вы знаете, Ютьюб это такое дело, он может закрыться, что угодно может произойти, и у вас не будет больше этого дохода. Думайте о том, чтобы развивать своё хозяйство. На эти деньги, что вы получаете пока с Ютьюба, возьмите, продумайте свой бизнес-план, наладьте что-то, производство, колбас, молока, творога, сметаны, не знаю, найдите потребителей, какой-то, найдите либо ларюк в городе поблизости, либо какую-то точку, или просто на рынке продавайте свои продукты, делайте рекламу своим продуктам фермерским. Но, конечно, Леля даже не прочитала ни моё послание, ни послание других людей, которые желали ей только добра. И в результате вот что получилось. Вот такое у разбитого корыта практически. И теперь она истерит, истерит в машине, истерит у экрана, плачет, мечется. Но, как видите, даже копейки и люди не присылают. Люди, наконец, отумались, у них открылись глаза, они увидели какая-то плохая мать, какая-то поберушка. И что она, она говорит, конечно, вот в этом видео, что да, вот все думают, что у меня зарплата детсада, там 35 тысяч воспитателя, помощника воспитателя, и только я для этого рожаю детей, но у людей складывается впечатление, что да, именно это и правда, что она родила своих детей только для денег, только для того, чтобы пользоваться льготами, не работать, сидеть на круглой попе на шее у государства, у налогоплательщиков. Вот складывается такое впечатление, даже не считая этот YouTube и все прочее. Это другое, это ее заработок, это ее личный труд. Я понимаю, что YouTube это действительно труд, когда кто-то снимает ролики, бывает, снимаешь ролик 15 минут и на это уходит весь день, потому что к ролику готовишься, к ролику стараешься что-то и прибрать в доме, и сама подкраситься, прихорошиться, я понимаю, это труд. Но далее, то, что всех возмущало, это ее бесконечное попрошайничество, вот что нас возмущало, всех, всех, кого угодно, за редким исключением, за редким исключением людей, которые чисто сердечно верили в эти стинания, в эти песни, в эти улыбки лживые нашей Люли. Ну, а по-хорошему, если что сказать, дай Бог ей здоровья, конечно, дай Бог здоровья всем ее детям, дай Бог, чтобы все у нее развивалось, чтобы ферма развивалась, все это хозяйство, чтобы скот не болел, не падал скот, чтобы коровы у нее доились, потому что мы, конечно, все-все за нее, всей душой, но вот только чтобы она вылечилась вот от этой пакостной тяги к интернету, пакостной тяги к попрошайничеству, и это просто, просто не красит ее, как мать именно десятерых детей, у нее же дети, какая репутация у детей в школе, какая репутация у нее на ютюбе, и просто в селе, где она живет, сама бы она подумала, что она сделала своими руками.